Нетрезвый водитель Лады Калина во дворе одного из домов на улице Чуйкова сбил 45-летнего мужчину. Пострадавший получил тяжелые травмы. После наезда Лада протаранила две припаркованные рядом иномарки. Как узнала на ФИСА Минязова, водительских прав у молодого человека нет, а за несколько минут до происшествия он пил в машине крепкий алкоголь. Он здесь вот ходил, его скручили уже. Автоинспекторы прибыли на место происшествия за считанные минуты. У 21-летнего водителя Лады были все признаки алкогольного опьянения. На молодого человека надели наручники и усадили его в патрульный автомобиль. До приезда медиков очевидцы успокаивали пострадавшего 45-летнего мужчину, который весь в крови лежал на асфальте. Трогать его не стали, чтобы еще больше ему не навредить. Лежал, пытался шевелиться, ему говорили, чтобы он не шевелился. Ну, мало ли перелом как. Медики диагностировали у него сочетанную травму и госпитализировали. Владельцы двух иномарок, в которые после наезда на человека врезался водитель Лады, вышли на улицу после срабатывания сигнализации. Больше всего досталось Тойоте Камри. Во сколько вообще ущерб-то оцениваете? Я не знаю. Страховая все еще. Припаркованный рядом Volkswagen Tiguan был поврежден меньше. Его Лада только поцарапала. Вскоре стало понятно, водитель Калины вместе с братом сидели в припаркованной машине и выпивали. Бутылка спиртного и стаканчики остались в автомобиле. До этого вместе сидели? До того, как он уехал? Из обид, но я ничего не хочу сейчас говорить. Вскоре решили покататься. Ни состояние опьянения, ни отсутствие водительских вправ помехой не стали. Поездка была недолгой. Выпитая дала о себе знать. Сбив человека во дворе дома, они врезались в две стоящие машины. Молодой человек, а вы выпивали сегодня? Я не буду вам ничего говорить. Однако в диалоге с автоинспекторами был гораздо разговорчивее. Я там водить начал и увидел пешехода. А, сначала потом машина и потом где-то вот здесь. Пешеход шел по краю, получается, не на дороге, а на прайзе части. И потом просто его вот так повело. Понимаешь? Больше машин было. Теперь законно за руль молодой человек сможет сесть еще не скоро. Ему предстоит также заплатить крупный штраф. Будет ли в отношении него возбуждено уголовное дело, будет зависеть от состояния пострадавшего мужчины. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, Вызов 112.